всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду как вы уже поняли из названия сегодня мы готовим с вами десерт классический испанский хочу сказать что себя к поклонникам испанских десертов ну за небольшим исключением не отношу потому что в девяти случаях из десяти здешняя сладкая выпечка с миндалем здесь все горы окрестно им засажены но во первых меня уже раз двести наверное или триста просили приготовить этот торт ну или текст как хотите называете а во вторых возможно вы любите миндаль да и рецепт чрезвычайно прост и думаю что он многим из вас все-таки придется по вкусу не все же таки извращенцы как я правда сразу давайте расставим точки над и тарта де сантьяго это десерт который состоит в обязательном порядке из яиц сахара и миндальной муки все остальные добавки допустимы но совершенно не обязательны и еще самое главное отличие от других десертов тарта де сантьяго должен быть украшен совершенно определенным образом только тогда это тарта де сантьяго при этом существует прямо-таки гигантское количество различных разновидностей этого торта например можно к готовому тесту добавить цедру лимона я это сделаю или цедру апельсина или цедру и того и другого вместе можно его им использовать а можно например ввести в это тесто достаточно большое количество масла по весу столько же сколько сахара то есть вот здесь мне 250 грамм сахара представьте еще 250 грамм сливочного масла сюда бухнуть миндаль перед тем как его молоть в такую эту муку-труху можно предварительно обжарить можно до гречневы довести часть можно этого не делать и поможет слегка отварить чтобы сделать его более влажным про тогда он молотся будет немножко похуже яйца можно разделить на желтки и белки и взбивать их отдельно сахаром до густой пены только после это смешивать с миндальной мукой можно добавить корицу все эти дополнения и добавления вполне допустимы и нельзя сказать что тарта до сантьяга обязательно с маслом или например обязательно без масла нет есть основной перечень продуктов ингредиентов а есть фентефлюшки короче приступаем так миндаль к нему сахар и сразу корицу мне даже не распечатаны предыдущая такая банка ушла на синабоны кто не видел ссылочку оставлю ну примерно так совершенно не обязательно использовать кухонную механизацию все прекрасно вымешивается в обычные чашки силиконовой лопаткой например лучше всего сначала перемешать сухие градиента потом уже вводить яйца пока натру лимонной цедры на мой вкус вот в этом десерте лимон предпочтительный апельсиновый результата чувство сладкий мне кажется что лимон звучит органично что ли теперь добавлю цедру ее тоже лучше перемешать сначала сухими ингредиентами а тесто результате получается достаточно густое и все ингредиенты в сухом виде вымешиваются гораздо быстрее до полной однородности нежели сначала яйца вести а потом смешивать все эти продукты пора кстати их добавлять прошу обратить особое внимание что я использую среднего размера если у вас крупные то количество других ингредиентов надо будет пропорционально увеличить между среднего размера и крупного размера здесь по весу различие процентов 25-30 достигает да и сразу на на несколько капель ванильной эссенции так будет достаточно да я не сказал духовку надо предварительно разогреть до 180 190 градусов все вымешивалось осталось только выпить много магии кино для указанного количества продуктов нужно брать форму диаметром 22 сантиметра у меня такой к сожалению нет я использую побольше да в ней высота готового будет ощутимо меньше другой стороны много пекаться будет поэтому быстрее бумагу на дно чтобы маслом не смазывать вот к этой бумаге ничего не приклеивается мне некоторые подписчики жаловались у них тесто бумаги приклеивается друзья мои надо подбирать например вот это клей уверением производителя якобы ничего не клеится брехня на самом деле клеится намертво была у меня еще белая глянцевая также все приливает вот это вроде бы и шершавая даже как будто перфорация какая-то на ней есть с ней все отлично ничего не пристает отправлю в духовку нагрев верхний и нижний для более равномерного пропекания так вот если у вас не ладится с бумагой выбирайте другого производителя благо выбор сейчас огромный купите другую бумагу уверен найдете то что вам нужно что касается времени выпечки в моем случае с моей формой ну минут наверно 30 займет есть у вас форма 22 сантиметра температура в реально чуть пониже чем я указывал и до 50 минут может получиться проверяйте зубочисткой когда она из прокола будет выходить сухой к ней не будет клеится ничего знаете все готов и естественно внешний вид он снаружи должен получиться красивый такой золотисто коричневый подождем у меня практически все готово торт не только пропекся но даже и успел уже остыть самое время для украшения вот украшение как я сказал стандартная обязательно сахарная пудра и обязательно крест сантьяго наберете в поиске гугли крест сантьяго и распечатать изображение на принтере вырезаете форму и украшаете нет конечно если этот тортик этот кексик украсить каким-нибудь другим способом или даже другой рисунок сделать он от этого хуже не станет но вот называть его торта до сантьяго уже будет неправильно вот такой результат как видите очень простой сравнительно быстрый медаль можно смолоть кофемолки различными добавками настроить этот рецепт под свой вкус например можно в тесто добавить эссенции какой-нибудь например ромовый можно ликера чуть-чуть пофантазируйте можно например яйца взбить по бисквитной технологии я вам уже показывал разочек посмотрите в листе выпечка там про бисквиты я про технологию сейчас ожидаемо пахнет миндалем и пахнет лимонной цедрой и ванилью это я бы сказал похоже немножко на миндальное печенье но мы ни разу не встречались миндальное печенье с привкусом цедры лимонной весь ваниль чувствуется и по запаху ароматная штука такая вот слов нет ароматная еще кусочек утину сладкого я хоть и говорю что сладкое не люблю но на самом деле я не люблю всякие кремообразные штуки на вот выпечка здесь даже тесто нет здесь только миндаль нравится нравится не могу сказать что это лучше чем примеру синабоны нет синабоны вне конкуренции но вот это это хорошо отдельное спасибо самури за предоставленные ножи не за помощь без нее я бы не смог регулярно делать эти видео и хочется надеяться радовать вас спасибо вам за компанию нравится пальцы вверх не нравится вниз больше активности чтобы я мог хоть как-то отслеживать ваше настроение всем пока